Игорь Эйдман, социолог и журналист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот мы вместе с вами посмотрели сюжет, и маховик репрессий не останавливается. Но вот все чаще людей с антивоенной позицией, правоохранители, вынуждают извиняться и признавать вину на камерах, в наручниках. Зачем им это нужно? Запугать людей, повлиять как-то на кого-то. Но ведь это, ну как мне кажется, действует с точностью да наоборот. Вообще это такая манера у российских правоохранителей, в кавычках, и у других силовиков. Ломать людей морально, она уже давно распространена. Вы помните, как Кадыров, и кадыровцы заставляют извиняться тех, кто против них посмел что-то сказать, как-то их покритиковать. Теперь эта вот та же технология, которая была опробована кадыровцами, она уже и российскими правоохранительными официальными органами тоже используется. То есть идея в том, чтобы человека морально раздавить, растоптать, лишить его чувства собственного достоинства, уверенности в своих взглядах. То есть не просто посадить в тюрьму, не просто покарать, а унизить публично, заставить отказаться от своих взглядов. То есть признать свое поражение, свою неправоту. Такая иезуитская совершенно жестокая технология, это еще как бы она более жестокая, чем просто попытки карать людей тюрьмой. И какое-то как вроде удовольствие прямо они от этого получают. Они получают, наверное, статистическое какое-то удовольствие, и они демонстрируют окружающим. Многие не боятся тюрьмы, многие, да, но нет, наверное, тех людей, которые не побоялись бы унижения, не побоялись бы позора, не побоялись бы того, что их сломают, лишат собственной индивидуальности, заставят себя растоптать и оплевать публично. Эта, кстати, технология, она восходит к сталинским временам. Вспомните знаменитые сталинские политические процессы, в том числе 1937, 1938 и других годов. Там людей не просто сажали по исходу процессов, казнили по приговорам, но и заставляли публично унижаться, публично оскорблять самого себя и окружающих, отрекаться от друзей, от родственников, от жен. От родственников, даже в школах от родителей отрекаться. Да, то есть вот это именно система сталинская морального уничтожения людей, она и сейчас в путинской России опять востребована и опять используется против несогласных, против людей, которые за мир, против противников войны и так далее. Комиссия по этике Госдумы назвала личным мнением и фигурой речи предложение депутата Гурулёва уничтожить 20% недоверяющих президенту Путину россиян. Гурулёв реализовал свое неотъемливое право на выражение личной позиции. Вот так считает глава комиссии Терешкова. И вот да, мы с вами только что говорили, что что-то перепостил в соцсети, послушал украинскую песню. Это все дискредитация армии, это реальный срок. А вот когда анонсируешь такое массовое истребление своего народа, это вот, ну что это, фигура речи просто, собственное мнение. Пропагандистам им разрешаются любые человеконенавистнические высказывания, лишь бы они были направлены против несогласных, против, естественно, украинцев, против Запада и так далее. Иногда даже доходит до того, что Гурулёв еще не рекордсмен. Вспомним, что Маргарита Симоньян, она вообще предлагала взорвать атомную бомбу над Сибирью, чтобы лишить, как она говорила, всех людей на земле. Значит, возможности пользоваться современными технологиями, гаджетами и так далее. То есть это вообще, ну как бы, предел совершенно не то, что пропаганда войны, а пропаганда ядерной войны абсолютно не то, что не запрещается в России, а поощряется, если она исходит из уст российских пропагандистов. Понятно, что высказывания этих Гурулёвых, Симоньян и прочие, это им грош цена, это просто болтовня к реальности, они не имеют никакого отношения, к счастью. Но то, что вот это все разрешено, и более того, что это является в России социально одобряемым поведением пропаганды войны, это, конечно, свидетельствует о глубокой болезни этого режима, того, что это не просто уже какой-то там авторитарный режим, какая-то диктатура латиноамериканского образца, а реальный уже российский фашизм имени Владимира Путина. В Москву вчера прибыла делегация Хамас, этот визит не анонсировали публично. Но вот по итогу российский МИД сообщил, что на встрече с одним из лидеров движения Абу Марзуком обсуждалось, цитирую, освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. Израиль осудил этот визит Хамас в Москву и призвал власти Российской Федерации немедленно изгнать террористов. Скажите, а вот какие истинные цели этого приема в Москве? Что и кому кремлевские власти хотели показать, доказать? Ну, надо сказать, что это не первая поездка, не первый визит представителей террористической организации Хамас в Москву. Они все последние годы регулярно посещают Москву и принимали их на высоком уровне всегда. Лавров — это минимум, кто их принимал. И, безусловно, все эти теснейшие контакты — это не просто какой-то дипломатический политез. Это контакты между союзниками, контакты между Хамас и террористической организацией и спонсором, патроном терроризма в лице путинской России. В этой пятиугольнике Хамас, Хизбалла, Иран, Россия и Сирия осадовская Россия играет существенную роль, если даже не ведущую роль, в террористической пятиугольнике. И надо сказать, что израильские власти в лице Натаньяху очень сильно промахнулись. Они считали, что они будут поддерживать нормальные отношения с Путиным. И Натаньяху ездил в Москву, и все мы это помним. И, значит, Путина и Россия не позволят своим союзникам по террористическому альянсу напасть так, по крайней мере, масштабно на Израиль. Но ничего подобного. Видимо, израильские спецслужбы, израильские власти, они надеялись на это и проглядели, как Россия фактически помогала. Хамас, как уже сейчас в международной прессе об этом. Множество информации, в том числе через криптобиржи, переводились деньги. Аль-Живеславскому джихаду и Хамас. И в результате всего этого, значит, Израиль был в силу своих неплохих отношений с Путинской Россией дезориентирован и проглядел такое нападение, которое было произведено. Кровавый набег на израильскую территорию со стороны Хамаса. А вот именно то, что после 7 октября вот этот визит состоялся, как вы полагаете, Москва не боится, но вот чтобы отношения с Израилем не в ноль ушли, а вообще в минус. Мне кажется, что они решили, что им выгоднее и важнее сейчас взаимоотношения с исламским миром и важнее натравливать исламский мир и вообще весь третий мир на США, на западные страны, на так называемый золотой миллиард. То есть они разыгрывают ту же карту, что и Советский Союз. Они перед всеми бедными странами, в том числе арабскими, прежде всего, мусульманскими, разыгрывают такого защитника их от западной экспансии. А, Израиль это часть западной коалиции. И поэтому, как в Советском Союзе было, отношения с Израилем были просто нулевые, Израиль был объектом постоянных нападок, пропаганды. Вот сейчас начинается движение именно в этом направлении. То есть они пытаются, как и Советский Союз, Путинская Россия пытается сколотить такую антизападную коалицию, втянуть туда как можно больше стран третьего мира, прежде всего, арабских и мусульманских. Для этого им нужна поддержка и конфронтация с Израилем. Поэтому они, видимо, решили, что меньше зло потерять Израиль в качестве, ну, не союзника, а какого-то партнера, чем потерять потенциальную возможность натравливать арабский и мусульманский мир на США и другие западные страны, которые поддерживают Израиль. Ну и хотелось бы поговорить о новости, которые вчера активно обсуждали в социальных сетях. Телеграм-канал генерал СВР накануне вечером опубликовал сообщение, хочу процитировать, «Президент России Владимир Путин умер сегодня вечером в резиденции на Валдае. В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть». Ну и дальше об активных переговорах и там двойниках мнения разделились. Пожалуй, вот точнее всех ситуацию описал Александр Невзоров. Он следующее сказал «Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая. Путин умер. Плохая. Это не точно». Итак, что вы думаете по этому поводу? Зачем вот сейчас забрасывается такая информация? Да, ну конечно, это полная чушь. И канал генерал СВР – это канал, который занимается сознательной, постоянной дезинформацией. Абсолютно. Это много уже давно известно и понятно всем. Значит, что касается, для чего они это вбрасывают. Вбрасывают они это постоянно. Не именно сейчас. Они постоянно. Это генерал СВР, там Соловей и другие источники. Они постоянно вбрасывают информацию. Два момента есть. Первый – Путин то ли умер, то ли умрет завтра. Путин сейчас уже умер. То есть много лет он умирал, и наконец, судя по этим источникам, и наконец все-таки умер. И второе – у него есть двойники, тройники, четверники и так далее. Что и Путина, в общем-то, и нет. Есть множество Путина. То есть для чего это делается? Делается элементарное. Это такая игра известная в спецслужбе. Для того, чтобы вывести Путина из-под удара. То если он умер, зачем его устранять? Зачем спецслужбам, каким-то путинским врагам, каким-нибудь олигархам в изгнании тратить там миллионы долларов и рисковать жизнями своих людей, может быть, даже собственной жизнью, ради того, чтобы устранить Путина. Если он и так не то умер, не то завтра умрет. И второе – как его можно устранить, если кругом двойники и тройники? Убьешь кого-нибудь – это оказывается тройник. Потом следующего – это двойник. А сам Путин в это время уже давно умер. Знаешь, как спящая царевна, который лежит где-то в холодильнике и ждет своего принца, который его поцелует губки. Ну то есть это делается просто элементарно. Таким образом пытаются обеспечить большую безопасность Путина от возможных покушений. Больше ничего. Я другого рационального звена в этом не вижу. Второе еще – это хайп. Просто некоторые блогеры, видеоблогеры, телеграмщики хайпуют на этом, но когда ты хайпуешь, ты наращиваешь просмотры, наращиваешь интерес своей информации, зарабатываешь деньги. То есть второй момент просто чисто корыстный. Кто-то на этих слов просто ловит хайп и деньги. Но, как я уже сказал, я думаю, что это не просто хайп и деньги, а это все-таки помимо этого всего и сознательная работа спецслужб российских, естественно. Ну знаете, мне показалось, что вообще вот с количеством такой информации они уже где-то и перестарались. Да, вот вчера такой взрыв и куча мемов там появилась, но никто в это не верит. Все просто смеялись в большинстве своем. Ну вы знаете, это как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы смеемся, а люди деньги зарабатывают. Вот, видите, на нашем смехе. Вот, и это во-первых. Во-вторых, есть еще и паства, да, у этих всех каналов. Знаете, есть такие секты, которые, и даже не одна, а множество, которые периодически объявляют о том, что через пару лет будет конец света. Значит, за это время адепты ждут конца света, продают квартиры, отдают все деньги своим гуру, но зачем же все равно конец света. Потом, значит, выходит этот руководитель секты, гуру там местный, говорит, слушайте, в этот раз что-то не срослось у Бога, да, с конца света, но обязательно будет через пару лет. Все, ну через пару лет так через пару лет. Вот, разно то же самое будет и с Путиным, я вас уверяю. Через какое-то время скажут, что или что, значит, он его все-таки реанимировали, или что вместо него будет двойник теперь, прайд. И адепты вот этой секты, они скажут, да, ну нет, ну конечно. Значит, двойник так двойник, тройник так тройник. То есть это никак не ударит по степени посещаемости вот этих всех ресурсов. Будут продолжать, я думаю, как бы и спецслужбы свою работу тоже будут делать. Будут продолжать бросать такую информацию, может быть, через другие каналы. И о других темах хотели поговорить. Госбюджет России на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68%. Это вот по сравнению с бюджетом на этот год. Получается, расходы на оборону в следующем году составят около 6% ВВП. И это такие данные на этой неделе обнародовало британское министерство обороны. Но вот что стоит за этими цифрами? Это увеличение инфляции, это давление на бизнес. Что еще? Как люди это примут? Ведь понятно, что многие социальные статьи придется урезать. Ну, конечно, это давление, огромное давление расходов на войну, конечно, не на оборону, это так и не называется на оборону. Реально это расходы на войну, на агрессивную войну. Они растворены, будут расти, они будут истощать российскую экономику, истощать российский бюджет. Они с неизбежностью, если эта война, не дай бог, затянется, они, конечно, с неизбежностью приведут к тяжелейшим совершенно последствиям и для экономики, и для людей. Надо сказать, что хотя Советский Союз не ввел столь, ну, последние годы своего существования, последние десятилетия своего существования, не ввел столь активной войны, как сейчас ведет путинская Россия против Украины. Была война в Афганистане, но там, конечно, совершенно на порядок было меньше потери, на порядок было меньше расходов. Тем не менее, это сильно тоже истощало российский бюджет и ухудшало социальное состояние людей. И это была одна из причин, почему, собственно, СССР рухнул, там началась перестройка, они пытались как-то изменить, сначала еще в рамках существующего режима изменить ситуацию, потом стало понятно, что это невозможно. А как Путин, он наступает, он не только копирует советские карательные практики, он и наступает постоянно на советские грабли. Вот одна из советских граблей, это рост военных расходов, милитаризация экономики, милитаризация производства, производства пушки вместо масла, как вы в Германии нацистки говорили, все это мы наблюдаем. Значит, единственное, что, как мы убедились, вот эти все последствия, они не приходят единомоментно, не приводят, к сожалению, к какому-то единомоментному краху российской экономики. Но они накапливаются, они накапливаются, и в какой-то момент, как было СССР, количество проблем перейдет в новые качества, и приведет, в общем-то, к тому, что этот режим не сможет существовать, в том виде, в каком он существует, не сможет вести войну, не сможет пытаться мериться с Западом какими-то возможностями военными. А он и так этого не может, это довольно смешно выглядит, тем не и не пытает. Так что это, знаете, как в известной пасне, лягушка хотела сравняться с быком Запада. Раздувалась, раздувалась, накачивала себя военными расходами, в нашем случае, а потом лопнула. Вот нечто похожее, я думаю, произойдет и с путинским режимом. Вы сегодня вспомнили Симоньян, который предлагал взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Хотели еще поговорить, вспомнить, как экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. И это произошло вскоре после того, как в декабре прошлого года его ранили в Ягодицу в Донецкой области. Но известно, вот стало только об этом на этой неделе. Издание «Бильд» об этом написало, и оно получило записи разговора Рогозина с Дмитрием Барановым. Это гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс». И вот они обсуждали детали удара по крупному городу Украины с помощью ракеты-носителя, которую используют для полета в космос. И говорили, что оптимальнее запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту. Ну, а потом вот Рогозин все это доложил Путинам. Как вы полагаете, что это было? Вот побочка от ранения, много спиртного или что-то еще? Как это вообще все можно объяснить? Да, ну Рогозин известен не только тем, что он был главой Роскосмоса, но и тем, что он по-настоящему космический дурак. То есть его глупость, она просто космических масштабов. И, в общем, здесь, конечно, ничего удивительного нет. Понятно, что никакая идея абсолютно бредовая, и никто ее использовать не будет, потому что там непонятно, куда эта ракета в конце концов рухнет. Известно, что Рогозин же много ракет запускал, и почему-то большинство из них, они падали прямо на космодром. Так что я думаю, с этой ракетой случилось бы то же самое, и просто бы не было бы у России больше космодрома. Так что все это, конечно, чуша, с одной стороны. С другой стороны, кто слил это в билд? Вот это интересный вопрос. Я не думаю, что это делала немецкая разведка. А говорили, что, возможно, кто-то из тех, с кем Рогозин говорил, что они поняли, что намечается что-то такое грандиозное по своей глупости, и просто это слили. А у меня есть ощущение, что, опять-таки, это могли быть и российские спецслужбы. Почему? Потому что такие сливы выгодны сейчас путинской России. Любители Путина, как здесь в Германии называют, Путин-Ферштейры, пониматели Путина, они все время транслируют такой месседж, что надо скорее как-то заморозить эту войну на любых условиях, на любых условиях. Уговорить Путина остановиться, пускай даже на его условиях, на тех условиях, которые нужны Кремлю. Лишь бы не произошло что-то страшное. А то произойдет что-то страшное. И они имеются в виду, конечно, не продолжение войны, это уже страшно, а имеется в виду какая-то грандиозная космического масштаба катастрофа. То ли ядерную войну начнут россияне, то ли вот еще что-нибудь. И вот в этом ключе билт это, ну, желтая газета, а вот популярная в Германии. То есть вот эта публикация будет восприниматься людьми, каким образом, обывательными, по крайней мере. Что вот если сейчас срочно не восстановить войну, на любых условиях, в том числе на путинских условиях, то Россия сейчас учудит что-то невероятное, какого-то космического масштаба катастроф. Вот ракету, например, пошлет космическую ракету, подначиненную взрывчаткой на Киев, или что-то в этом роде. То есть я думаю, что вот этот месседж, он явно выгоден и российским властям, и находится в рамках дискурса пропагандистского, который Россия расстрояет в Германии. Поэтому это вполне вероятно может быть сознательный слип. Может и так. А как вы думаете, а могли вот Рогозина, в принципе, вот после этого и убрать из Роскосмоса, и спрятать в Совет Федерации, где он сейчас тихо сидит, и никакой должности ему там и не дали пока? Нет, там немножко другая история. Он уже был к тому времени выгнан из Роскосмоса. Дело в том, что Рогозин был выгнан из Роскосмоса, и последний год где-то он как голодный волк, судя по его влазняющейся морде, видимо, не очень физически голодный, но тем не менее, он как волк бродил по оккупированным территориям, по Кремлевским кабинетам, встречался там с разными людьми, клянчил, клянчил себе какой-то кусок, какую-то поляну, какую-то должность, делянку какую-то свою, на которую он мог вновь зарабатывать прилично свои коррупционные миллионы, миллиарды. А ему, Путин, очень, видимо, был недоволен совершенно эпическим фейлом, эпическим провалом, который произошел с Роскосмосом, который за время Рогозина резко сдал его, и огромное количество было катастроф, аварий и прочее. Ему не давали эту должность. Почему, вы думаете, Рогозин подставлял свою задницу, прошу прощения за скудные перечи, под ракеты где-то под Донецком? Он все пытался там выключить, то ли какую-то толпу, какого-то там губернатора оккупированных территорий, то ли возможность создать собственное ЧВК в этом направлении тоже. Ну вот, да, выключил, выключил. Дарт Вейдера из него не получилось. Да, да, выключил он максимум, что ему удалось выключить себе место в Советской Федерации. Да, императору. Он параллельно придумал разные другие. Звездные войны он не смог сделать, да, и Дарт Вейдером не стал. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Игорь Эйдман, социолог и журналист, вы с нами в эфире всегда рады вам на Фридоме. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного.